Всем привет! Меня зовут Артём, и вы на канале Bushcraft Time. Это первая часть моего блога о нашем приключении на Эльбрусе. Всего будет два видео, и сразу предупреждаю, это абсолютно бессюжетный блог. В этом ролике вы увидите при Эльбрусе, а конкретно ущелье Тирскол, где можно замечательно провести первые дни акклиматизации. Тогда... Вопрос! Почём сегодня курица? И кокос! Такой прикресс. Давай против солнца. Есть. Чёрт, надо думать про ужины и про обедание. Обедание, мне кажется. Самое сложное ужинное. Сейчас прогаду паспорта, и всё окей. У меня есть. Да, Гоша? Да, похоже. Пропуск в Кремль. Чёрт. Чёрт. Лови киберпанк, да, ребята сидят? А им плевать. Дорога из Минеральных вод занимает несколько часов, мы просто договорились с водителем, который был около вокзала. И это вышло весьма бюджетно. В Афгане. Мы только приехали, уже поднялись куда-то непонятно куда. Я не знаю высоту, не знаю маршрут. Спросите у знающих. По-моему, мы всё делаем правильно, а он просто слабак. Заселились мы к нашим чувачкам на гору.ру, да? Поставили палаточки, сейчас взяли палочки и пошли куда-то в сторону обсерватории, просто прогуляться, размять ножки. Дальше пойдём... Спустя два часа такие, обсерватория! Спустя два дня... Вот этот чувак хочет нас на обсерваторию поднять, потом на... Нет, нет слов. Да, конечно, нет. У нас тут дождик, Саня что-то ест, как обычно. Нашёл Ford Focus на вторую за 320 тысяч рублей. Ладно. Это мы вырежем. Мы, короче, сейчас, походу, до девичьих хост поднимемся. Не поднимемся, там 6 часов. В расчётной. 6 часов? Спойлер! Поднялись через полчаса. Это что за буйсков? Уже на 3,600 высоте. 3,600, долбанулся. У меня горняшка. У меня горняшка. Вроде с погодой более-менее получше стало. Вот уже видно поляну Азал. Ну и мы топаем дальше. Кайф вообще. К любому... По-моему, отлично. Кайф вообще меня. Я в шортах. А обсерватория это 3,100 высоте. А ты в норксвейсе, как? 1,1. Вот обсерватория уже видно. Слушайте, для парней в шортах и футболках неплохой результат. Набрать где-то... Почти косарь. Набрать почти косарь. Сейчас пойдем вниз. Пить пиво, да? Пить пиво. И рыбки. И рыбки. Я не буду пива. Эй, ты че, малой? Мы проснулись. 8 почти. Уже почти 8. Начинаем наш... Какой тут бардак? Сборы. Делаем зарядочку, умываемся. Первый день. Мы еще делаем зарядку. Да, да, да. Все можем. Второй день. Мы просто бухаем утром. Зиму блюем. Вчера ночью очень долго решали, куда и как пойдем, потому что у нас есть еще 2 дня. Ну что, ребят, мы в Кабардино-Балкарии. Заехали вчера в Тирскол. Расположились, поставили палаточный лагерь. Сходили уже до 3000 метров до бивака на обсерватории. И спустились. Ну, не планировали, но просто прогулялись. Сейчас переночевали, проснулись, уже собрали лагерь, позавтракали, зарядочку сделали, все дела. И сейчас мы пойдем на водопад Тирскол. И там еще есть перевал Тирскол. Мы, скорее всего, пойдем на перевал Тирскол со всеми нашими шмотками, кроме железа, всяких ледорубов, касок, обвязок и так далее, потому что там нам они сейчас не нужны. Проведем там 2 дня. Они доведят каждому. Нас любезно угостили, да. Уже второй раз. Мы вообще, мы счастливы. Счастливы. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Пятого. Пятого числа. Пятого, да, у нас будет пятого свободного. Да, отлично, пятого, мы пожарим мясо. Пятого шашлыки. Сборы вещей почти закончили и выдвигаемся потихоньку. Он других собак отгонял, чтобы они нашу еду не съели. Да? Медведей гонял, да. Медведей гонял. Это кулуар Садекова. А там семерка, кстати. Посмотри, какие карнизы там. Больше так не снимаем. Снимается? Полки. Полки. Брат, сорян, я горный турист, а не арпинист. Нам гиды сказали идти куда-то в ту сторону, но правее, влевее. Но там водятся мишки. Поэтому мы идем, покажи, с кем мы идем. Не показывай. Мы их обгоним. А-а-а-а, все, я зовут Оляй. Вон отсюда видно уже восточную вершину Эльбруса. Прошли мы пять минут. Почти дошли до водопада, теперь вскнул. Это не пот, это крем от Матара. Только я дошел, меня не снимают. Я с вами еду, вазаны. Подкачаться надо, надо подкачаться. Че, Брэнд, как там? Там нормально. Все здесь хорошо. Прям офигенно четкая тропа. Ну, то есть, это явно тропа. Мамагор. Мамагор. А на самом деле... Мамагор. На самом деле в осверждении Мамагор. Мамагор, Мамагор, Мамагор. Че ты несешь? Он несет рюкзак. Вот у нас уже что-то виднеется, типа перевала. Но валить туда, естественно, мы не будем. Мы вот тут вот будем подбирать местечко, чтобы вставить бивак. Главное найти поближе к воде и установиться. Скоро обед. Мы на высоте 2850 метров. У нас обед с видом на семерку. И потом подбираем себе быстренько местечко под бивак, под палатки. И будем ставить лагерь и потихоньку кайфовать, расслабляться. Виды тут просто шикарно. Идеально. Чем, чем, чем. В поисках места. В целом у нас уже намечено одно место, но мы решили забраться вон туда вот, повыше. Чутка выше 3000 метров. И посмотреть, есть ли там места под палатку. Команда «Квартик Турова». Да-да, жизнь одна, я не ишак. Куда мы вообще залезли? Дошли до что-то около 300-200 метров. Тут дальше молоко. Ну и мест под палатку тут, естественно, нигде нет. Абсолютно. Аккуратней. Аккуратней. Там. Вау. Да. Тут вид совершенно другой. Да. Я предлагаю две минуты перерыв. Да. Едем обратно. Камбэк, камбэк. На вас медленно, наверное, опускаются облака. Да мы видим. В балаке не идти, по вашей. Понял, База, понял. Спускаемся. Потеряю. Спускаемся? Потает паники Гоша, который... Все, он в панике, иритировал. Да, это был рюкзак. Мы о нем в третьем лице, если что. Коленку сломал. Но починил в условиях невесомости. Да, если посмотреть, мы были намного выше водопада. И молоко уже там. На воды попей. Вон Саня сидит. Братишка. Из вот этой речки. Вообще. Обрывай потом. Спать мы сегодня будем хорошо. Ты всегда говоришь, что я всегда все лежу, блядь, два часа. Шоколадок нет, жизни нет. Мы поставили лагерь. У Купера гарняшка. Мы обустроились где-то на высоте 2,800 или 2,780. 2,780, да? Что-то такое. Ни у кого нет часов. Да, да, да. Мы привыкли просто. Спрашиваешь человека, он такой, высота. И все. Мы уже практически поужинали. Ну, все поужинали, кроме меня и Тимура. Палатки стоят. Нормально они стоят. На камнях, на буграх, ну, нормуль. Мы в молоке в конкретном находимся. Уже часа два, наверное, в молоке. И как только мы ляжем спать, у нас проявится ясное ночное звездное небо. Сто пудово, сто пудово. Как всегда. А у нас там Иисус сидит. Ну, опля. А, залилась эта горелка. Залилась. Так, ну да, мы сейчас, короче, будем кушать. Мы сделали корнидов, сделали, сварили. Вот у нас тут греча. Греча. Завтра мы встаем, я не знаю, мы, наверное, часов в 6 утра пробудимся уже, потому что этой горы. И, скорее всего, мы не будем ничего делать. Мы будем чилить, фоткать, снимать видосы, кушать, конечно. Отдохнуть мы по фану сегодня сгоняли на 3,300. Чутка поднялись, но достаточно экстремальный там подъемчик был. Так что завтра будем отдыхать и потихоньку восстанавливать силы. Послезавтра уже утром мы соберем лагерь и спустимся обратно в Тирскол. Будем уже... Кушать шашлыки. Кушать шашлыки. А как мы с Фотимой свяжемся? Мы по-любому с ней свяжемся, чувак. У меня есть в ее инстаграм. И уже будет сбор нашей группы в районе там 35 человек, по-моему, или чуть меньше. И начнется, собственно, официальная часть нашей экспедицион 5 августа. Чтобы потом смотреть и вспоминать свое личико. Время 7 утра. Все пчеловоды любят горы. Бах! Нихау! Не, у Сани он уже отошел. У Сани нормально. Такой моргает одним глазом. Да, да, да. А Тимур не вылезает из палаты? Тимур, да, он боится, что у него совсем... Не пролезает в дырку. Посмотреть на эту красоту. Давайте хоть до водопада дойдемся. Вот там мы были вот вчера. Чуть-чуть не доходя до конца. Просто посмотреть. Ну и там солнышко, там теплее, наверное. Здесь что-то дубарит, ребят. Даже выше может что-то. Обсерватория, вон, видно. И этот камень. Нет, так плюс к обсерватории все-таки. Смотрите, на нас падает солнышко. Очень-очень быстро и резко. И вот мы уже греемся на солнышке. Очень быстро. Мало надо для счастья, как обычно. В общем, мы пробудились. Вышло солнышко. Мы сейчас потихоньку завтракаем. Делаем зарядочку. Нослабляемся. Ночью было холодно. Не знаю, сколько градусов, но холодно вообще. По благо, сегодня хорошая температура. И уже пора раздеваться. Я не знаю, будем ли мы ходить куда-то еще в радиалке. Вполне можно. Но я бы отдохнул, потому что впереди еще много работы ногами. И, в принципе, всем организмам нельзя накапливать усталость. Поэтому, скорее всего, я буду сегодня просто отдыхать и снимать. Наконец-то мне досталась камера. Наш четвертый день пребывания здесь. Мы все так же в горах, как сказал Артем, мы чилим. И сегодня очень жаркий день. Солнце прошло в зенит. И наша группа конкретно устала за вчера и позавчера. И сегодняшний день очень-очень отдыхающий. Наша группа, вот она. Она забилась по уголам палатки и отдыхает. Мы все обгорели конкретно сегодня. Все лицо в солнечном креме постоянно. У Артема, наконец-то, выдалась лишняя минутка, чтобы заняться аппаратурой. Настроили телевик. Смотрим на водопады. Смотрим вообще куда угодно мы можем смотреть. Так что вот с такой же штукой мы можем смотреть куда угодно, ребята. Ребят. Что, солнце так и не закрывало, короче говоря? Нет, солнце не закрывало. Мы не Аги. Деленной оказывается. А мы здесь не так долго, чтобы никого не встретить. Если нас гиды сюда направляют, значит, есть машины. Я не ожидал, что с этим маршрутом вероятность невелика. Нет, я ожидал. Нет, я тоже был уже туда. А вот тебе как дела, Горя? Нам приходил дух гор. Скалоротраки не берите. Посмотрим. Надо без них постараться. Там как пойдет. Играй, Купер, играй, играй. Плохая история. Загадывать не надо. Как пойдет. Сюда камень. Что значит, Гошан, сидит колоду чешет. Что такое чешет, объясни, блядь. Я на Лил Пиповском не соображаю, чувак. Текстовку Гоша дает. Такого вообще не могло физически случиться. Ля, нагоняет, нагоняет. Охерить, это опасно, пацаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время ужина. Время ужина, мы все долго ждали время ужина. Там, сколько воды? А сейчас, на тут воду, воду раскрыть. На чай. Вот, где вы, сколько? Вот только, когда вода отрабатывает. Чтобы не было солнце, вначале кто-нибудь расстал. Не тратить воду. Не тратить воду, мать вашу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, знаете, мы вроде вот вообще не танцоры ни разу. Но в горах, кажется, теперь это наша традиция. Кое-как, чуть-чуть, но мы потанцуем. Или не чуть-чуть. Мы переставили палатку с низиной повыше. Это нам нифига не помогло, потому что теперь у нас вот наша голова. Ну, это, конечно, не так высоко и не так вряд ли видно, но там водопад где-то в 500 метрах внизу. О, прям на нас смотри. Это реально были одни из самых уютных моих ночевок. Но надо продолжать акклиматизацию. Ибо Эльбрус уже не за горами. Ну что, мы спускаемся в Тирскол. Провели отличных два дня на высоте около трех. Все круто, в общем. Сейчас спускаемся вниз. Шашлык-машлык. И будем потихоньку заселяться. Сейчас должна приехать вся группа. Мужик в пояса без фокус. Мы почти спустились. Вон Эльбрус. А вот лошадки. Давай без фокус. Без фокерсов на фоне.